Сегодня стартовала приемная кампания во установе профессийной техничной адукации. Плануется, что наученцами лицеев и колледжей в Беларуси станут омаль 30 тысяч человек. Причем система подрыхтовки каждый год удосконаливается, как можно было оперативно реаговать на изменливую потребу региональных рынков працы. Что тучится структуры приема, то она заховывает тенденции минулых годов. Специальности реального сектора экономики складут около 80%. Скажите, пожалуйста, кем вы хотите стать? Я хочу стать визажистом. Я хочу парикмахером. Сейчас узнаем дальше. А вы? Парикмахер и мастер по маникюру. Мастер по маникюру. И последний? Парикмахер и мастер по маникюру. У Гомельской Державной профессийной техничной колледжи бытового обслуговывания селета плануется набрать амаль 270 человек. Специальности вельми запотребованные зараз на рынку працы. Научиться тут можно цырульницкой справе стать майстром по маникюре и педикюре, швачкой и так далее. Термин «навучание» от года до полутора. Летось, например, по некоторых специальностях был конкурс. И это не удивляет. Дякуючи изменению законодавства, многие специалисты, которые проходят на учении в колледже бытового обслуговывания, могут спрацовать дома, как физические особы, без регистрации индивидуального предпринимательства. Нас радуют, конечно, изменения в законодательстве. Мы не жалуемся. У нас стопроцентное трудоустройство как по специальности парикмахерская искусство, декоративная косметика, так и по технологии производства швейных изделий. Радует, что именно швейное направление развивается, становится наиболее востребованной. Девушки, учащиеся наши, спрашивают, как повысить свой уровень, как отучиться на закройщика, получить художника-модельера. То есть наблюдается рост и востребованность.